Здравствуйте, в эфире программа «В центре внимания» в студии Надежда Пархунова. На территории Амурской области произойдет объединение «Территория опережающего развития». Когда это произойдет, какие объединения войдут в общее и для чего это произойдет. Мы сегодня поговорим с Сергеем Хурой, заместителем директора агентства Амурской области по привлечению инвестиций. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте напомним нашим телезрителям, что такое территория опережающего развития. Сколько их у нас было в области? Территория опережающего развития, в первую очередь, это механизм поддержки реализации инвестиционных проектов на территории как Амурской области, так и Дальневосточного федерального округа. То есть, благодаря этому механизму, благодаря резидентству в территориях опережающего развития, предприниматель может, скажем так, чуть-чуть облегчить свою финансовую модель в части платежей налоговых и так далее, для того, чтобы экономика проекта была более, скажем так, подъемна для него. То есть, и чтобы этот проект реализовался, в том числе от этого проекта будут социальные эффекты. Ну вот смотрите, получается слово территория здесь не обязательно определяется именно каким-то таким физическим смыслом, потому что если будут объединяться три территории опережающего развития, а это Белогорск, Преамурская и Свободная, но они достаточно далеко расположены друг от друга в единую, вот такую территорию опережающего развития, правильно? Да, все верно. А почему вообще это решение было принято? Я немножко расскажу про эти три территории, вы правильно назвали их, это Преамурская, Белогорская и Свободная. У каждой из территорий была своя специфика, то есть, допустим, Свободная это в первую очередь газохимия и газопереработка, Белогорская это агро, скажем так, направление и Преамурская это больше логистика. Вот, на сегодняшний день принято решение об объединении, для чего это сделано? В первую очередь это сделано для удобства, то есть, для каждой территории опережающего развития действует наблюдательный совет, который принимает решение о расширении границ того или иного тора и о принятии каких-то ключевых решений. В первую очередь это облегчит администрирование территории опережающего развития, потому что по факту все равно, грубо говоря, состав этих территорий, состав наблюдательного совета, он един под руководством нашего губернатора, проходят все заседания и принимаются те или иные решения. То есть, в первую очередь это облегчает именно административную функцию. Администрирование, получается, работы. Администрирование работы, плюс из нового, вот благодаря вот этому постановлению. Какому, кстати говоря? Что это за постановление? Ну, это постановление о создании тор Амурская, которое включает в себя вот этих три тора, то есть территориально. Она будет называться Амурская? Да. По названию нашей области, правильно? Да, конечно. Конечно. И в себя она включит те муниципальные районы, городские округа, которые и ранее были в трех торах наших, то есть это в первую очередь Благовещенск, Белогорск, Свободный, Свободненский район, Бурейский район, Сковородинский район, Сковородино. Но, ну, Ивановский муниципальный округ, ну, то есть еще перечень муниципальных образований уже достаточно велик. То есть, несмотря на то, что они территориально находятся разрозненно, то это все равно режим опережающего развития, то есть он действует на этих земельных участках. Плюс еще в настоящее время перешли к тому, что раньше в каждом постановлении закреплялся перечень видов деятельности, которые разрешено применять. Конкретно данной территории? С учетом специфики, то есть, допустим, Свободный, это нефтепереработка, газопереработка, там, нефтегазохимия. А если вдруг Свободный захотел бы заниматься сельским хозяйством? Да, то пришлось бы либо вносить изменения, расширять перечень видов деятельности, либо, ну, каким-то другим. Либо подключаться из Свободного в Белогорский торт, правильно? Да, 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 совершенно верно. То есть в настоящее время отошли от перечня того, что разрешено, и перешли к перечню того, что не льготируется режимом опережающего развития. К этому относятся добыча нефти, газа, производство алкогольных напитков, оптовая и розничная торговля, финансовые услуги, банки, страхование, производство табачных изделий. Ну, то есть все такие виды деятельности, которые... То есть теперь вот эта общая территория развития включает в себя все вот эти виды деятельности, и уже тогда, независимо от того, инвесторы могут как-то включаться в эту работу, правильно? Да, совершенно верно. Допустим, если вы хотите что-то в переработке сельского хозяйства реализовать проект, то вы можете не привязываться конкретно к Белогорску, или к Свободному, или к Благовещенскому. То есть вы можете реализовать этот проект по всей территории опережающего развития. На какие меры поддержки может рассчитывать инвестор, который хочет получить статус, получается, резидента, правильно, вот этой территории опережающего развития? Среди мер поддержки, которые я озвучивал уже, это финансовые меры поддержки, в первую очередь. Ну, и самые важные, да, наверное, они? Да, в первую очередь это финансовые меры поддержки, то есть это облегчение, скажем так, финансовой модели проекта, то есть это освобождение, либо пониженная ставка по налогу на имущество организации, по налогу на прибыль организации, земельный налог, а также пониженные страховые взносы в фонды. Это что касается финансовых мер поддержки, плюс еще существуют различные кредитные программы и программы по возмещению части затрат на инфраструктуру, то есть для резидентов территории опережающего развития. Кроме финансовых мер поддержки, есть еще не финансовые меры поддержки, это ускоренные, упрощенные процедуры взаимодействия с органами власти и с институтами развития, в том числе, например, агентство, которое я представляю, Амурская область по привлечению инвестиций, как раз-таки и занимается сопровождением проектов в режиме одного окна. Что это означает? Это означает то, что, допустим, вы в качестве инвестора приходите к нам, рассказываете о том, что вы хотите реализовать тот или иной проект, мы помогаем вам, во-первых, определиться с локализацией, во-вторых, в любом случае у вас возникает много вопросов сопутствующих. Это касается, допустим, технологических присоединений, подключения к электросетям. Оформления документов различных, в том числе получения средств. Да, в том числе и получения средств. И агентство как раз-таки, оно выступает в виде единого окна, то есть вы адресуете вопросы нам, а мы уже взаимодействуем с профильными отраслевыми ведомствами и, ну так сказать, приходим к вам с готовым решением. А до этого как было раньше? Ну, раньше, допустим, до момента существования агентства, каждый инвестор, допустим, если у него возникает… Сам проходил все эти, можно я скажу, круги ада, потому что… Ну, не круги ада, конечно. Ну, достаточно сложно, пока ты пройдешь вот эти все ступени и получишь необходимую помощь. Да, я согласен, это достаточно сложно, ввиду того, что есть везде отраслевая специфика, то есть человек, который занимается производством, не всегда знает и разбирается в построении финансовых моделей. Например, или, допустим… В оформлении документов. Да, если он работает в сельском хозяйстве, он не всегда знает, как, допустим, ввести объект недвижимости, поставить его на кадастровый учет и так далее. Есть специфика. Сергей, а нуждается ли сейчас вот эта объединенная территория опережающего развития в новых инвесторах, в новых резидентах? Сколько их уже сейчас есть и сколько хотелось бы или сколько ожидается? Ну, смотрите, на сегодняшний день у нас порядка 40 резидентов на всех трех, ну, точнее, уже на нашем одном объединенном торе. За предыдущий год, за 2022 год, мы приросли шестью резидентами. Конечно же, это не предел. Мы рады инвесторам, то есть и нет какой-то верхней планки. Мы готовы принять всех и реализовать эти проекты, точнее, чтобы инвесторы реализовали эти проекты с нашей помощью. А есть сферы, которые наиболее вы ожидаете для привлечения, ждете инвесторов в определенных каких-то сферах или в определенных видах деятельности? Ну, смотрите, тут можно отталкиваться от каких-то плюсов нашей территории. В первую очередь, это наше выгодное географическое положение, граница с Китаем и развитие логистических маршрутов. То есть мы делаем большие ставки на наш мост, на канатную дорогу и на то, что это будет дополнительным импульсом в развитии логистических проектов. Плюс, опять же, это экспортно-импортные операции, это реализация какой-то продукции и товаров, услуг как в Россию из Китая, так и наоборот. Из Китая в Россию, получается так. Вот, поэтому сильной стороной для нашего региона, несомненно, является сельское хозяйство. И одной из наших задач является создание именно продукции переработки агропромышленного комплекса и повышение добавленной стоимости, которая здесь создается. Плюс, наш регион, как вы знаете, богат минеральными сырьевыми ресурсами. У нас большое количество месторождений, это относится не только к золоту и металлическим рудам, но и к неметаллическим. У нас есть большое количество месторождений, допустим, кварцевого песка, коалина, содержащих песков. То есть перечень таких полезных ископаемых. Вы так широко описали, я думаю, что те люди, которые занимаются вот этими сферами, сейчас вас услышат, наверняка обратятся и захотят стать резидентами территории опережающего развития. Теперь она будет называться Амурская, правильно? Да, все верно. Спасибо большое. У нас сегодня в программе был Сергей Хмур, заместитель директора агентства Амурской области по привлечению инвестиций. Мы говорили о том, что теперь у нас в Амурской области будет действовать единая территория опережающего развития. Спасибо вам большое за разговор. В студии была Надежда Пархунова. Смотрите нас еще в центре внимания. До свидания. Продолжение следует...